Игры на Руси любили с давних пор. Без них не обходился ни один праздник, а уж тем более масленица. Многие из них уже давным-давно забыты, хотя народные забавы – это отражение культуры самого народа. Игры, обряды, обычаи, какие-то традиции, ремесла – это все называется по-научному, по-правильному нематериально-культурное наследие. И мы в нашем клубе занимаемся не только воссозданием предметов материальной культуры, то есть доспехов, вот этих, да, там, каких-то предметов бытовых, но также и нематериальным наследием. И это наследие мы пытаемся популяризировать. Завоевать интерес и внимание студентов Одинцовского техникума не так-то просто. Но ребятам из вольной дружины «Равид» удалось это сделать почти мгновенно. Игры они оставили на потом, а начали праздник – с реконструкции средневековой битвы. Игры, в которые предложили поиграть студентам, появились на Руси несколько столетий назад. Правила некоторых из них стали известны благодаря усилиям нашего земляка. У нас, оказывается, есть, был земляк в лесном городке, Михаил Григорьев, собиратель русских игр. И вот мы сейчас, собственно, перечитываем, он не так давно ушел из жизни, мы перечитываем его работы, смотрим какие-то этнографические сборники по играм и потом сами в них играем. Шишки, желуди, орехи, сторож, веревка, горячая сковорода – развлечений на Руси существовало немало. Большинство из них подвижные, ведь раньше о будущем женихе или невесте судили, в том числе и потому, как они играют. Задача такая, по моей команде, не расцепляя рук, мы заталкиваем соседа на сковороду. Сосед должен устоять и, в свою очередь, заставить, чтобы противник. Задача понятная? Давайте попробуем. Три-четыре, поехали. Горячая сковорода. Вот, есть, стоп, стоп, стоп. Один поджарился, он походим. Победители пользовались в народе особенной популярностью. В Одинцовском техникуме таких оказалось немало. Им достались вкусные блины и хорошее настроение. Мне вот последнее с комплиментами понравилось. И еще выступление, ну, как дрались рыцаря. Понравилось, было интересно. Блинчики вкусные. Спасибо. Народные забавы – это связующее звено между поколениями. Участвуя в них, мы можем понять характер и образ жизни наших предков. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.